Диана Саитова В Казани чемпионата мира по футболу. Увидел Слават Мухаммадуля. За красивую игру и не менее красивый отдых. Здесь очень хорошо, даже лучше, чем в Москве. Все развлечения на территории фестиваля болельщиков. Фан-зоны изучила Альбина Минебава. Императорская семья Японии впервые в России за последние 100 лет. Сделала столько много фотографий, просто на каждой минуте приходилось останавливаться. Что поразило принцессу страны восходящего солнца в Казани, увидел Сергей Хайдаров. Два новых министерства и отчет счетной палаты. Установлено нарушение на общую сумму 2 миллиарда 40 миллионов рублей. Сессия Государственного совета Анна Городнова. Неделя позади. Сегодня ровно 7 дней с начала чемпионата мира по футболу. Казань успела провести два матча и вчера был поставлен рекорд по посещаемости. Игру Ирана и Испании посмотрели почти 43 тысячи человек. В эти минуты встречаются сборные Франции и Перу. Днем Дания сыграла в ничью с австралийцами, а в 9 вечера на поле выйдут сборные Аргентины и Хорватии. В ожидании третьего матча в Казани давайте вспомним эмоции этой ночи. Чуть больше километра с кричалками, песнями и танцами. Так больше 42 тысяч болельщиков пешком добирались на матч. Остановки только для Софи и интервью. Я люблю Казань. Спасибо большое. Большое дело. Большое спасибо. Большое спасибо Ирану. ВИПА Иран! Казань – отличная город. Дорогие люди. Ви и види. Это отличная. Чемпионат мира настолько подружил некоторых россиян с иранцами, что перед Казань-ареной можно было услышать и такое. Иран! 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 Россия! Молодцы! Пока болельщики команд перекрикивали друг друга, в Иране впервые за 39 лет женщин пустили на стадион, чтобы посмотреть матч именно на Казань-арене, пусть хоть и по телетрансляции. Тысячи уже казанцев и гостей города смотрели ее на фан-фесте. Кто стоя, кто сидя, а кто и вовсе лежа. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу красной фурии. А это Афсайб я вообще не видел. Они не показали на телевизор, что Афсайб действительно нет. Мы очень сильно расстроились. Но настроение у иранцев пропало ненадолго. У футболистов их сборной еще есть шансы на выход из группы. Сегодня я очень горжусь каждым футболистом Ирана. Мы выиграли у Марокко, достойно сыграли с Испанией и посмотрим, что будет с Португалией. После игры у стадиона мы встретили даже болельщиков из Бразилии. Я сегодня поддерживал Иран, потому что это великолепные люди с большим сердцем. Это была хорошая игра. Испанские фанаты, конечно, праздновали. Это прическа специальная, как Пике, из поддержки. Да, мы готовились. Победа будет за русскими. Но вы сегодня за Испанию, почему? Мы сегодня за Испанию, потому что наши... Мы потому что в меньшинстве. Нам, конечно, нужно было увеличивать счет, хотя атаки были обоюдоострые. Но мы победили сегодня. Что еще нужно? Болельщики покидали стадион, не торопясь, примерно час. Всех до места развозили бесплатные шаттлы. И это только вторая игра в Казани. Впереди еще четыре матча мирового футбола и непередаваемых эмоций. Уже в ближайшее воскресенье в гости мы ждем сборной Польши и Колумбия. Словат Мухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ. Казань. Птичку жалко. В Казани поступок испанских футболистов стал хитом интернета. Перед началом матча Испании-Ирана на стадионе Казани-Арена защитник Жерар Пике поднял с газона птицу и помог ей улететь. Затем Пернатая вновь вернулась на газон. Второй раз за линию поля ее отнесся другой испанец Иска. Подали пример всему миру. Болельщики сборной Саудовской Аравии убрали за собой мусор на Ростов-Арене. А фанаты Сенегала после матча с Польшей убрались на арене Спартак. За ними уже в Саранске развернули специальные мешки фанаты сборной Японии. Причем мусор они собрали как на своем секторе, так и на трибунах болельщиков Колумбии. Вот что значит культура поведения. В большой игре самые лучшие развлечения. Казанская территория болельщиков запомнится не только своим прекрасным видом на Кремль, но и аттракционами. На одной площадке развлечения для фанатов, детей и взрослых. Как скоротать время в перерывах между матчами? Альбина Минибаева изучила расписание фан-зоны. Если вы впервые на территории фестиваля болельщиков, а она здесь немаленькая, то бежим к волонтерам, здороваемся с ними. Они уж точно узнают, где здесь и что находится. Впереди от нас находится главный экран, где зрители могут посмотреть трансляции матчей. Справа находится культура, культурная зона, где также играют дети и также находится зона питания. Место это прекрасное и люди тоже прекрасные. Каждый готов подсказать, где и что находится. Вот тот самый экран, ради которого сюда и приходит большинство болельщиков, чтобы именно с него наблюдать за охотой игры и болеть за любимую команду. Но у нас сейчас целый час времени до начала матча, поэтому посмотрим, чем можно здесь себя занять. Мы за Португалию. Можно разрисовывать лица, прыгать на батутах, играть и еще здесь удобно сидеть. Много иностранцев. Очень интересно посмотреть, пообщаться с такими людьми, которые приехали в наш город. За кого болеем? Россия! Развлечения здесь не только для детей, но и для взрослых. Обещают, что вот этот вот футбол будет интересен абсолютно всем. Ну что, сыграйте против меня! Да! Раз, два, три. Начинаем! Много всего для детей, просто для окружающих. Любой может накрасить себе лицо бесплатно. А в Москве платно? В Москве платно, да. Серьезно? Сколько рублей стоит? 150 стоит. То есть мы сэкономили 150, 150, 300 рублей? 300 рублей, да. Самая главная особенность нашей площадки среди других, она вся покрыта эко-покрытием, древесной щепой, на которой зрители со всего мира уже привыкли не только стоя просматривать, но и сидеть. Люди приходят с пледами, расстилают и создают такой сидячий портер. Ну а если вы очень сильно устали, то добро пожаловать на зону футбольных пуфиков. Падаем и просто отдыхаем. Альбина Минебаева, Данил Силатов, ТНВ, Казань. Казань – одно из самых популярных железнодорожных направлений среди гостей чемпионата. В столицу Татарстана приезжают не только на игры посмотреть, но и с достопримечательностями познакомиться. О транспортном обеспечении Мундиале сегодня в ходе видеоконференц-связи рассказал министр транспорта России. В пресс-центре чемпионата сегодня на связь вышли 11 городов-организаторов. Всего за период чемпионата более 2,5 миллионов пассажиров воспользовались возможностью побывать в городах-организаторах. Сервис бесплатного проезда очень популярен. На сегодняшний день уже забронировано порядка 90% мест на поездах к матчам группового этапа и 68% мест на поездах к матчам плей-офф. В числе лидеров, которые бронируют бесплатные билеты, болельщики из России, Аргентины, Мексики, Колумбии, США и Китая. Самыми востребованными являются поезда в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Вадлер. Фотографии по-королевски или путешествия вместе с любимой командой. Сегодня в столицу Татарстана с визитом прибыла принцесса Японии Хисака Токамада. Она не пропустила ни одного мирового мундиали с участием японцев с 1998 года. А визит в Россию вовсе исторический. В нашей стране представители императорской семьи не были больше 100 лет. Почему принцессе не понадобился собственный фотограф, знает Сергей Хайдаров. В глазах интересы и удивления, в руках фотоаппарат. Так принцесса Японии сегодня впервые гуляет по Казанскому Кремлю. Причем, чтобы запечатлеть каждый момент, ей не понадобилась армия королевских фотографов. Принцесса прекрасно справлялась и сама. Она то хотела сфотографировать Кул Шариф, то башню Сеймбеке, то Коран. Мы ей показали из фондов наших Коран, который был издан в Японии. История принцессы Хисака Токамада – это японская история Золушки. С будущим мужем она познакомилась, работая простой переводчицей. Впервые встретившись с принцем на приеме, практически через месяц она получила предложение руки и сердца. Сегодня по улыбке принцессы легко понять. Настроение у нее отличное. Наверняка это связано не только с теплым приемом в Казани, но и успешным началом чемпионата для сборной страны восходящего солнца. Причем Токамада по совместительству председатель Национальной ассоциации футбола Японии. Последние 20 лет она также не пропускает практически ни одного чемпионата мира. Посещает все страны, в которых участвует сборная. И вот в этом году это Россия, и в частности Казань, потому что, как вы знаете, здесь базируется команда Японии. Визит принцессы Японии в Казань по-настоящему историческое событие, ведь в последний раз представители императорской семьи были в нашей стране 102 года назад. Тогда, в далеком 1916 году, во время Первой мировой войны, они приехали в Россию в качестве представителей союзной державы. Как оказалось о историческом для России событии, японские туристы даже не догадывались. Узнав, что находятся в одном городе с членом императорской семьи, были приятно удивлены. Да, да, принцесса очень любит футбол. У нас ее даже называют покровительницей сборной. Здорово, что она тоже в Казани. Это как минимум неожиданно. У вас очень красивый город. Будет интересно встретить принцессу Токамадо где-то на местных улицах, особенно учитывая то, что мы в Японии ее не видели. Кстати, это вполне возможно. Сразу после экскурсии по Кремлю принцесса попросила отвезти ее за сувенирами на Баумана. Позже покровительница сборной отправится на тренировку команды. Сергей Хайдаров, Марас Идгараев, ТНВ, Казань. Что предпочитают иностранные гости, о их вкусовых предпочтениях, мы расскажем вам во второй половине выпуска. И вот о чем пойдет речь далее. До свидания, Суворовская. Чем теперь займутся выпускники училища, узнала Алина Зинатулина. Татарские сладости и сотни килограммов мяса. Мясо, кумусы, испанцы. В кафе и ресторанах Казани наплыв болельщиков. Как угодить самому изысканному гурману, узнавал Рамиль Шайдовен. Есть куда стремиться. Низкий уровень экономических связей с Ираном, отметил президент Татарстана на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России. Рустамин Ханов предложил иранским бизнесменам выходить на российский рынок. Сейчас в республике серьезно изучают исламский банкинг. Актуальным является и халяльный образ жизни. На встрече, конечно же, говорили и о вчерашнем матче между Ираном и Испанией. Рустамин Ханов поделился впечатлениями. В Иране очень много. Немножко точности не хватило. Но надо отдать должное. Самотвержденно, очень упорно. Наши иранские футболисты вчера себя очень достойно показали. Господин посол, мы высоко ценим. О сборной Испании президент Татарстана поздравил уже с победой в матче. Сегодня Рустамин Ханов встретился с послом Испании в России. Важно сохранить позитивные отношения, отметил президент. Обсудили вопросы сотрудничества. Это туризм, культура, наука и образование. Сегодня Казанский Кремль прокомментировал языковой вопрос. Напомним, во вторник Госдума рассматривала законопроект о языковой реформе в первом чтении. Как пояснила Лилия Галимова, депутаты голосовали не за сам законопроект, а за постановление к нему, которое объясняет все поправки. Оно предполагает разработку концепции преподавания национальных языков и создание фонда их поддержки. Также в документе прописано, что изучение родного языка будет обязательным. В нем же закреплено право выбора языка. По регламенту регионов есть 30 дней на внесение предложений. В принципе, видим на сегодняшний момент очень хороший конструктивный диалог, рабочий процесс. Это, в общем-то, нормальная рабочая процедура, при которой нас услышали, мы ведем диалог. И на наше изначальное обращение пришла реакция очень хорошая. Мы свидетельствуем о том, что это хороший нормальный рабочий диалог. В том числе, благодаря этому обращению появилась возможность создания вот этой комиссии, благодаря которому родилось вот это постановление, которое, в принципе, продвигает эту тему в том русле, которое для нас было важно. Нарушение более чем на 2 миллиарда рублей выявила счетная палата республики за прошлый год. Неэффективно использовали бюджеты и распоряжались госсобственностью. Доклад аудиторы озвучили на сессии Госсовета. Сегодня же утвердили изменения в расходную и доходную части главного финансового документа. Об акцентах сессии Анна Граднова. У депутатов Госсовета сегодня последняя перед летними каникулами сессия. Заседание длилось более трех часов. За это время парламентарии рассмотрели 31 вопрос, заявленный в повестке. Один из них – это разделение Министерства по делам молодежи и спорту на два разных ведомства. Комитет рекомендует Государственному Совету согласиться с данным предложением. Практически единогласно депутаты поддержали решение президента Рустама Миниханова о преобразовании. Одно министерство будет заниматься молодежной политикой, другое – отвечать за развитие спорта. Кто их возглавит, пока не оглашают. Утвердили сегодня изменения в бюджет. По прогнозам Минфина Республики, доходы в этом году вырастут на 15 миллиардов рублей. 500 миллионов направят на создание дополнительных мест в детских садах для детей до трех лет и на другие социальные сферы. На минимальные оплаты труда, которые повышение у нас предусмотрено с 1 мая на 11 163 рублей, это порядка полтора миллиарда рублей, и на дорожную строительство, и на покупку оборудования. Как распоряжались бюджетными деньгами, озвучила счетная палата. Выявили нарушение более чем на 2 миллиарда рублей. 72 чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности, трое уволены. Возбуждено три уголовных дела по статьям мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. Так в кадетских школах Казани, Васильево, Болгар и Камского устья простаивали купленные станки, тренажеры, кровати и медицинское оборудование. Выявлены также факты завышения стоимости дорожных работ. В селах Кильдеево и Майдан Верхнеуслонского района использовался песок с несанкционированного карьера. А озеро в Семиозерском поселении Высокогорского района так и не восстановили. Хотя работы приняли и деньги перечислили. Чиновников накажут, а фермеров поддержат. Тем, кто не только скотину содержит, но и хочет заниматься выращиванием культур, выделят субсидии. На строительство теплиц и покупку саженцев. А также возместят часть затрат на содержание кобыл старше трех лет. Ориентируюсь на где-то 180-200 миллионов. Есть определенная методика, разработанная Министерством сельского хозяйства. Поэтому, исходя из этого, из тех возможностей, заложенных в бюджете, они будут пропорционально разделены. Дискуссию вызвало обсуждение потребительской корзины татарстанцев. По федеральному закону ее должны утверждать каждые пять лет. Однако новше в составе продуктов питания по сравнению с корзинами прошлых лет некоторые депутаты не увидели. Крупные мощные изделия в год, в 2012 году было 126 килограммов. В 2018 году осталось 86 килограммов. Что мы перестали меньше потреблять хлеба. Почему мы за основой берем только 12 год? Стоимость товаров и крупные масла, другие виды, они увеличились. Мы рассматриваем законопроект несколько в иной плоскости. И комитет рассылал эти материалы до того, как рассматривал на своем заседании комитет. Если у вас было желание внести более широкий аспект вопросов в части изменения закона от 2013 года, почему вы это не сделали? Продовольственную корзину оставили без изменений до 2020 года, а в завершение подвели итоги работы парламента в первом полугодии. Принято 40 законов и свыше 200 постановлений. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Человек, всегда помогавший другим, теперь сам нуждается в помощи. Немецкие врачи поставили Лилии Герасимовой из Нижнекамска. Страшный диагноз – онкология. Медики уверяют, полное выздоровление возможно, но цена вопроса слишком высока – более 4 миллионов рублей. Семья обращается к неравнодушным людям за помощью. Эту веселую и энергичную женщину зовут Лилия Герасимова. Ей 43 года, она замужем, есть 15-летняя дочь, любимая работа. 23 мая ее жизнь перевернулась. Лилии поставили страшный диагноз – рак толстой кишки. Она похудела, мы экстренно обратились в больницу. И так получилось, что мы, чтобы сделать качественное обследование, поехали в Германию. И там, в общем, в экстренном порядке назначили операцию. Сейчас Лилия находится в Германии, ей уже сделали операцию. Медики прогнозируют полное выздоровление, но только после прохождения курса лечения, который стоит больше 4 миллионов рублей. Мы просим горожан помочь этому человеку, который сам помогал всегда людям. Даже я иногда был против, что она такие суммы отдает, потому что у нас у самих были моменты, куда нужны были эти деньги. У семьи нет денег на лечение. Муж пошел на крайние меры, заложил квартиру. Но и этого оказалось недостаточно. Я готов отдать потом эти деньги своим трудом, потому что я занимаюсь ремонтом автомобиля и полировкой профессионально. Можете сделать скриншот отправленных денег и потом обратиться ко мне. Я помогу вам, чем смогу. Чтобы помочь Лилие, вы можете перевести деньги на ее счет. Номера карты и телефоны вы сейчас видите на своих экранах. Светлана Звонарева, Эльвира Софиулина, Евгения Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. И к другим темам. Фуражки в небе, слезы на глазах. В Казанском Суворовском училище сегодня выпускной. Взрослую жизнь начинают 50 воспитанников. Сегодня гордость и радость разделяют их семьи. Поздравить уже 70-й по счету выпуск приехала и командующая войсками Центрального военного округа. Чем теперь займутся ребята? Свяжут ли свою жизнь с военной службой? Лина Зинатулина. Последний раз строим по родному плацу, который на удачу осыпают монетами. В белой форме, с военной выправкой. Все внимание сегодня только к выпускникам. Ура! Троекратное ура, поздравления и, конечно, гордость родителей. С Ниязом Сидиковым из Мамадыши сегодня вся большая семья. Ну, конечно, эти семь лет пролетели как день. Из наших маленьких мальчиков сделали настоящих солдат. Попытаюсь поступить в Краснодарское высшее военное летное училище. Военные, они все мужчины, настоящие мужчины. Самое трогательное прощание с друзьями. Многие разъедутся по разным городам. Здесь даже будущие офицеры не сдерживают слез. Особые награды сегодня семи золотым медалистам. Среди них и Никита Бабушкин, родом из Альметьевска. Поступать отличник давно уже решил в Сызранское авиационное училище. Мечта именно летать на вертолете. Не могу объяснить, почему не самолет. Многие спрашивают, но объяснить это здравым смыслом не могу. Тянет. Военное. Сейчас это престижно. Сейчас и зарплата там высокая, и просто быть офицером, по-моему, это гордость. Гордые звания Суворовец вы пронесете через всю свою жизнь. Мы получили не только достойное обучение, но и высокое войско, физическое и, главное, нравственное воспитание. Кстати, о намерении поступить именно в Высшее военное училище Минобороны отрапортовали все 52 выпускника. Основная масса, конечно, будет поступать в училище Сухопутных войск. А конкретно это, конечно, Казанское танковое училище. Это наши традиционно старшие наши братья. Поэтому мы туда идем с удовольствием. Следующий праздник в училище уже 1 сентября. Тогда планируют открыть вот это четырехэтажное здание, где сейчас идет стройка. В современном общежитии на 600 мест смогут разместиться все суворовцы. На вкус и цвет товарищей есть. Мы возвращаемся к главной теме выпуска. Сладкое, мучное, не острое и водочка как непременный атрибут. Кафе и рестораны Казани с начала чемпионата мира продолжают менять меню. Причина – гастрономические пристрастия болельщиков. Фанаты хотят попробовать все, но что стало блюдом номер один, узнал Рамиль Шайдулин. В дни Мундиаля в ресторанах не меньшие соревнования. В зале и на кухне ни минуты передышки. В эти дни здесь кормят болельщиков. Вчера были иранцы и испанцы. Ушло примерно 20 килограммов плова. А это выбор дня болельщиков сегодня. Как мы видим, все калорийное. Несмотря на теплую погоду, выбор все же падает на жирное мясо. Едят много мяса. Я не знаю почему. Мясо, кумусы, испанцы, иранцы. Плов. Наш национальный очень вкусный плов едят. Плов, все виды пирогов на десерт, талкашкаляэ, чакчак и просто мед. Болельщиков не назвать гурманами, считают рестораторы. Но они любят горячее, буквально с огня. Ели хашламу, шурпу, шашлык, а еще круглые пирожки с фаршем. Рис с мясом, а также большой пирог с начинкой из мяса. Но кто-то выбирает морепродукты. В основном болельщики из Азии. Корея, Япония, Китай. Жителям этих стран подают роллы, супы и фунчозу. Здесь очень хорошо готовят для иностранцев. Кухня очень вкусная, очень похожа на традиционные китайские блюда. У нас меню на нескольких языках. На итальянском, на испанском, на французском, на китайском, на английском, соответственно. Ну и на русском. Иначе справиться с такой географией гостей было бы невозможно. Хотя официанты, обученные английскому, иногда на помощь приходят и жесты. В ресторанах подсчитали. В дни чемпионата людей стало три раза больше. Фанаты, то есть это большой очень поток людей. И он разнообразный. Официанты не раскрывают размера чаевых, но признаются, за хороший сервис болельщики не скупятся. Просят, если честно, русское национальное блюдо. То есть водку русскую национальную, борщ, столичный, то есть что-то в этом роде. Этот бар испанцы прозвали типичным английским пабом. Со дня на день здесь ждут уже болельщиков из Польши и Колумбии. На этот случай повара заготовили мясо, овощей и картофеля. Ведь в этих странах едят почти то же самое, что и в России. Меню футбола, как и сама игра. Вкусное, острое, горячее. Рамиль Шайтулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. А на этом наш выпуск завершен. Ждем матч Аргентина-Хорватия. Впереди еще прогноз погоды. А мы с вами увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Футбольное поле, тренажерный зал, настольный теннис. Игроки сборной России готовятся к третьему матчу в группе. На нашем пути остался Уругвай. Эта игра будет битвой за первую строчку. Теперь уже точно можно сказать, что в одной восьмой финала из нашей группы выйдут наши и уругвайцы. Победа Суареса и компания над Саудовской Аравией расставила все точки над «ы». Соперниками по матчам на вылет будут представители группы «Б». Сейчас это сборные Португалии и Испании. Команда Станислава Черчесова тренируется в Новогорске. Сборная готовится в полном составе, включая травмированного Алана Цагоева. Матч пройдет в Самаре 25 июня. Ну, естественно, начинать мир вообще, каждое очко, каждая победа – это на вес золота. Но мы все профессионалы понимаем, что эта игра прошла уже, уже эмоции подутихли, готовимся к новой игре, к новым испытаниям. Поэтому все профессионалы все понимают. Спортменка Татарстана завоевала серия бро чемпионата Европы по фехтованию. Марта Мартьянова в составе сборной России в командных состязаниях раперисток стала первой. Соревнования проходят в Сербии. Вместе с Мартой в Серебряный квартет также вошли Инна Дереглазова, Анастасия Иванова и Светлана Трепапина. За победу в командном первенстве боролись 12 команд. В полуфинале наши девушки встретили с раперистками из Франции и также уверенно переиграли соперниц. Финал командного турнира, в котором россиянки встретились со сборной Италии, стал настоящим украшением чемпионата Европы. По итогам поединков с преимуществом всего в один укол победу одержали итальянки 40-41. Тем временем Уникс продлил контракт с Джамаром Смитом на два года. Американский баскетболист был признан МВП Марта Единой лиги ВТБ, а также лучшим запасным прошлого сезона. В этом сезоне Смит принял участие в 29 матчах. Защитник набирал по 14 очков, отдавал по 2,5 передачи, собирал по 2 подбора в среднем за игру. Джамар выступает за казанский клуб с 2017 года. До этого Уникс сообщил о том, что Тренд Локет продолжит играть в Казани. Клуб воспользовался опцией соглашения игрока и продлил сотрудничество до конца сезона 2019 года. Новый сезон, напомним, для Уникса начнется осенью. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки температура в республике немного повысится, но по-прежнему местами ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана, днем облачно, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит плюс 22 градуса. На северо-востоке республики перемена облачность и плюс 23. На севере Татарстана местами ожидаются дожди. Там температура воздуха составит плюс 22 градуса. На северо-западе небо будет затянуто облаками, но осадки не ожидаются. Там температура воздуха составит плюс 24 градуса. На юго-западе Татарстана облачно плюс 26. В центре республики ожидается перемена облачность без осадков плюс 24. В последующие сутки в Татарстане будет жарко и без осадков. Спонсор выпуска клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктор Рост с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника доктор Ост на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани ожидается переменная облачность плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, порывистый. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 41%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова